Несколько тысяч человек оставили в эти выходные свои дачные участки, чтобы вместе отпраздновать День города. Праздник начался со спортивных состязаний. Первой открылась площадка на водоеме Круча, где самые активные принимали участие в соревнованиях по волейболу. Кроме этого, было что посмотреть и на стадионе «Спартак». Там прошла тренировка футбольного клуба «Рассказово». 11 июня в «Рассказово» прошла цепочка соревнований, где самые активные жители города поборолись друг против друга в различных состязаниях, таких как шведская эстафета, шахматы, настольный теннис и футбол. Также будут участвовать все желающие по объявлениям, по приглашениям, по вашему телевидению. Была очень большая информация, мне нравится. Я хочу сказать отдельно, что телевидение «Рассказово» и портал «ТВолк» сделал огромную такую инфрационную работу для привлечения нашего населения города на этом мероприятии. Посмотрите, если сзади за спиной, то там количество людей, удивляюсь. Такие не бывают даже другие матчи, когда проходит первенство области. Все соревнования посвящены Дню города. Футбольный матч прошел на стадионе «Спартак». В нем приняли участие 10 команд. Претендуем только на победу. Почему играем? Ну, тренируемся. ФК «Рассказово» в этом году не играет у нас на областных соревнованиях. Очень плохо. Приходится искать, как сказать, соревнования вот такого рода. Типа, что, ну, хоть и маленькие соревнования, но все равно приятно. Как команда ваша называется и как на нее входят? Называется команда «Соседи». Ну, была названа она в шутку. Ну, уже второй турнир мы проводим под таким названием. Первый турнир был на «Текстильщике зимой». Мы выиграли этот турнир. Ну, а состав команды, повторюсь, что все, в принципе, игроки практически из команды ФК «Рассказово». Для любителей отбивать мяч не ногами, а руками тоже предоставилась возможность, где поиграть. Для них работала волейбольная площадка у водоема «Круча». В соревнованиях мог принять участие любой желающий. Самые сильные игроки были отмечены грамотами и медалями. Николай Теплов, Ольга Жукова, Никита Желтов. Новости ТВ «Рассказово». «Рассказово». Продолжение следует...